Это кошечка, и его назвали Марфушечка-Душечка. И часто бывает застукан. Кто тут ворует? Шмык через забор, и все. Посмотрите, какой он большой. Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family. И по просьбам наших зрителей я решила начать рассказывать истории наших котиков, ведь у нас три котика и одна кошка. Так что подписывайтесь на наш канал, если ты уже любишь животных. У нас их очень много, и собачек, и котиков, и всяких разных. И поехали! Маленький такой вот любитель ни с кем не общаться, сам по себе. Кстати, вы видели видео, где я показывала, как я озвучиваю питомцев, и в том числе котика маленького во говорящих котах? Обязательно посмотрите его. Это рубрика Magic Stories, в которой я буду рассказывать истории питомцев Magic Family, и заодно отвечать на ваши самые популярные вопросы о них. Если тебе понравится эта рубрика, ставь лайк, и пиши в комментариях, про кого из животных ты хочешь следующую историю. Это котик Мейнгун по имени Маленький. Совсем не Маленький, да и вообще для всех он очень долго был девочкой-морфушей. Но давайте по порядку. Сейчас этого кота зовут Маленький. Его так назвали, потому что на самом деле он самый большой среди всех котиков в нашей волшебной семье. Маленький, потому что самый большой. Ну, логично. Большинство животных оказались тут не потому, что их купили специально для себя, вот и у Маленького есть своя история жизни. Кстати, у него нет сокращенных вариантов имени, и дома все так и говорят. Маленький. Маленького не купили. Этого кота подарили нашей Таточке, которую мы в шутку зовем бабушкой Софии Эйвана, моих первых чихуа. Она мечтала о Мэйнкуне, и вот ее знакомые в благодарность за доброе дело для них решили подарить ей котенка Мэйнкуна. Связались с питомником и так далее. В питомнике сказали, что он девочка. Родители у нее Мэйнкуны, и даже хотели дать родословную. Но Таточка брать ее не стала. И некоторые говорят, что он не очень похож на чистокровного Мэйнкуна. Возможно, Маленький и не идеальный Мэйнкун. Но на самом деле это уже не важно, когда кто-то становится членом твоей семьи. Мое не самое светлое прошлое и отсутствие родителей никак не повлияло на любовь людей, ставших мне настоящей семьей. Так и с Маленьким. Похож он на Мэйнкуна или нет, он уже с самого котеночего возраста стал родным. Но крови Мэйнкуна дали свое. У Маленького действительно большой хвост. Он сам очень крупный кот. У него массивная морда и огромные лапы. А еще очень красивый окрас. На момент выхода этого видео Маленькому уже 3 года и 2 месяца. Вот единственные сохранившиеся фото и кадры из его детства. Когда Маленький приехал домой, он уже сильно болел. Он болел все свое детство и часто болеет до сих пор. То ли у него это генетическая наследственность, то ли он родился не в лучших условиях и у него слабое здоровье. С самого его появления дома и всю его жизнь Маленького лечат от разных болячек. Не одно, так другое. Вот, например, последнее время у него постоянно появляются кровоточащие ранки по всему телу. То на ушах, то рядом с попой. Что только с ним не делали. Его осматривали ветеринары. Как бы правильно он не питался и как бы идеален не был уход, он все равно постоянно болеет. Но даже это не мешает ему быть, как мне кажется, счастливым котом. Самая смешная история из жизни Маленького, это то, что его долгое время считали девочкой. Даже когда он приехал домой, Таточке сказали, что это кошечка. И его назвали Марфушечка-Душечка. И только через время, когда он немного подрос и залез к Таточке на плечо, она вдруг случайно поняла, что он совсем не кошечка, а самый настоящий кот. Маленький любит гулять по территории и наблюдать, кто чем занят. Когда я остаюсь на хозяйстве и хожу доить козочек или кормить ослика Моисея, козочек, бараша или курочек, даже туда Маленький идет за мной. Вот другие котики за мной не ходят на хозяйство, а ему все нужно проверить, за всем пронаблюдать, все проконтролировать. Маленький очень дружелюбный, с собаками, кошками и людьми. Только иногда с рыжим котом-дворянином Чейзом он может немного поспорить. Это можно было хорошо увидеть в моем видео «Ночь с котами в туалете». Он настолько неконфликтный, что если кот должен нападать на птицу, он же убегает от попугая Ары-Сары, когда она не разрешает ему трогать ее вкусняшки. Как и многие коты, он все-таки одиночка и больше проводит времени один. Он любит гулять, обожает поспать и понежиться где-нибудь в уютном местечке, а еще он очень харизматичный. Именно Маленький был главным героем моего ролика, короче говоря, кот на моем канале Анимэджик. Странно, что не внутри раковины, обычно он внутри. Тут он с краешку примастился. Маленький красавец. Ай, красавец. Маленький Малчун. За всю его жизнь с нами я, наверное, всего два или три раза слышала, как он мяучит. И даже не смогла заснять на видео. Кто смотрит наши каналы давно, тот знает голос Маленького с канала Мэджик Пэт, где я озвучиваю своих животных. И звучит он вот так. А где ты был? Где ты был? Где ты был, Чаис? Где ты был? А где ты был? Где ты был? Где ты был, Чаис? Ну и ладно. И по своему характеру он всегда вставляет какие-нибудь смешные или милые комментарии. Че у тебя морда грязная? Все ссылки на ролики, где снимался Маленький, я оставлю в описании. Там и говорящие коты, и коты обедают в день кота, и много всего другого. Маленький не дерется, не царапается, не портит вещи, и это чистая правда. И вообще он весь из себя такой хороший, милый, добрый, классный. И сейчас вы бы сказали, ну конечно, о своем питомце плохого не скажешь. Нет, минусы есть у всех, и Маленький не без недостатков. Например, он любитель полазить по кухне, пока никого нет, и часто бывает застукан. Кто тут ворует? Маленький. А еще он бывает таким манипулятором, он как другие коты на стол не полезет, ведь он интеллигент. Он будет сидеть и смотреть на тебя с таким упреком, что тебе будет сложно выдержать его взгляд на себе, когда ты ешь. Но самое, наверное, тяжелое для меня, это то, что он иногда бывает ну такой важный. Прямо важность из него так и прет, мол, не подходите ко мне, я тут король. Если бы меня кто-нибудь попросил охарактеризовать Маленького одним словом, я бы сказала гордый. Можно говорить долго, но короче, Маленького любят все, а он позволяет себя любить. Да шучу я, конечно, если бы хотел, он бы ушел уже давно куда-нибудь, ведь это ему ничего не стоит. Шмык через забор и все, пока. Но я думаю, он любит свой дом и свою волшебную семью. И поэтому мы вместе. И мы счастливы! Посмотрите, какой он большой. Просто огромный кот. Он больше Эйвана, Софии, всех маленьких собачек. Я его держу на руках, мне даже реально тяжело его держать. Вот такой вот маленький, огромный тигр. Иди. Да. Надеюсь, вам понравился такой вариант истории про животных. Если вы хотите еще про какого-нибудь котика или собачку или другого питомца, ставьте лайк, пишите в комментариях, про кого вы хотите такую историю. И подписывайтесь на наши каналы. Увидимся скоро. Пока.